Без молитвы нет христианства! Нет! Мы превращаемся в язычников, настоящих язычников, или иудеев. Помните, как Христос обличал? Обличал всяких там фресеев, книжников, как обличал, которые исполняли всю внешнюю форму, а внутри были как гробы окрашенные, полны мерзости и хищения, так и человек, который соблюдает, кажется, всю вот эту церковную внешнюю сторону, а не занимается собой, не познаёт себя, не обращается из этого познания с молитвой к Богу, он становится таким же отверженным Богом, самим Христом. Слышите? Отверженным кем? Христом! Он же сказал горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры! Он же сказал, мы, оказывается, подпадаем под этот гнев Божий, под это божественное осуждение, если не будем молиться, если не начнём учиться молиться. Молитва что делает? Молитва соединяет человека действительно с Богом, соединяет действительно его душу. Душа приобщается, и тогда Господь начинает очищать, помогать нам в борьбе с нашими страстями. Он начинает очищать душу. По какому критерию можем мы судить об этом? По какому? Святые сказали, которые испытали собственным опытом всё. Они сказали, мерою смирения подаётся человеку благодать Божия. По мере познания себя, познания того, что я вот не могу, вот это смирение привлекает человека к Богу. Такому человеку Господь даёт свою благодать. Такой человек только достигает спасения. В противном случае исключено. Надо помнить, никакая наша так называемая воцерковлённость, когда мы можем отличить алтарь от притвора и лампаду от свечки, никакая наша воцерковлённость никакого спасения нам не даст, если мы не начнём учиться молиться. А чтобы начать учиться молиться, всё-таки надо хоть немножечко сравнить свою жизнь с заповедями Евангелия, то есть познавать себя. Вот эти вот вещи чрезвычайно важны. Это второй путь. Это второй путь. Путь чего? Путь внимания к себе. Путь внимания к своей душе. Путь борьбы со своими страстями. Борьбы, которые происходят таким образом? На пути молитвы. Итак, для одних людей, может быть, более приемлем путь внешней церковной такой деятельности, но этот путь только тогда будет правильным и приносит человеку какую-то пользу, когда он будет всё-таки познавать себя и увидит, вот я вот то-то сделал, и тщеславие тут же. Господи, прости меня, да что ж я такой больной человек! И тут же ура себе. Прости меня, Господи! Это сделал лучше! Надо же это паршивить! И зависть! Господи, прости меня, да что же это такое! То есть, есть путь внешний такой, внешней жизни. Здесь очень большая опасность придать ему абсолютное значение. Тогда беда. Но есть путь, которым идут, правда, немногие люди, которые отрекаются действительно от всего этого внешнего, насколько это могут. Действительно погружаются, погружаются действительно в молитву. В молитву. Это путь немногих. Но те, кто становится на него и кто способен, они действительно становятся светочами христианской жизни, светочами всего, я бы сказал, народа. Ну, спасибо! Больше не буду говорить, а то очень, боюсь, долго будет. Спасибо вам! Если вопрос... В чем разница между кротостью и смирением? И что общего? Смирение – это то состояние, которое возникает у человека, когда он видит, видит, что он может. То есть, на самом деле, ничего не может. Кротость – это есть то состояние, когда человек не отвечает на гнев гневом, на пулаки – пулаками, на раздражение – раздражением. Кротость – это совсем другая сторона. Поняли? Кротость – он не реагирует, то есть, или реагирует правильно, если хотите, реагирует на, допустим, оскорбления, обиды, ругательства и так далее. Не отвечает ему. Кротость – понятно? Вот так вот. А смирение – это состояние, проистекающее из того, что что я могу, Господи, всё могу, ничего не могу. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин –